Борис Кригер. Эволюция Вселенной в направлении любви? Любовь – это искренний интерес в каком-либо объекте или явлении, а также это отражение объекта или явления в себе. Можно определить любовь как признание наивысшей ценности отражаемого в себе объекта, осознание его уникальности и непревзойденности. 1. Простое отражение известно и в неживой природе. Однако нельзя сказать, что гладь озера, отражающая свет звезды, любит этот свет или влюблена в эту звезду. Возможно, сие подходит для поэзии, но не для предмета нашего обсуждения. Итак, любовь обязательно включает в себя акт осознания и возвышение через это осознание, поглощение объекта или явления без его разрушения в виде отражения. Любовь вовсе не подразумевает под собой некий контакт с предметом или явлением. Она даже не обязательно предполагает материальное существование предмета любви, достаточен один лишь его образ, воспоминание, предчувствие или идея. То, что человек может испытывать по отношению к объектам или явлениям в повседневной жизни, есть лишь частичное обозначение того, что можно назвать любовью. Вселенная не проводит жестких границ между живой и неживой материей. Мы можем проследить судьбу каждого составляющего нас атома от момента его сотворения в ядрах звезд, вспышках сверхновых. То есть, в результате эволюции Вселенной с постепенным накоплением все более тяжелых, а следовательно более сложных элементов, происходит образование основы для более сложных конгломератов материи с уникальными свойствами, которых не было у составных частей, из которых эти формы материи образовались. В сущности, движение этой эволюции идет по направлению усложнения систем организации материи. Грандиозные звезды, как бы они ни были несопоставимы с нами, ничтожными по размерам и длительности существования, все же являются гораздо более простой формой существования материи. Все равно, что сравнить печку и компьютерную микросхему. Несопоставимость энергетических ресурсов и потребностей только подчеркивает тот факт, что сложность системы является неоспоримым мерилом эволюционной иерархии. Жизнь, как мы ее знаем, нашла уникальное средство против неизбежной энтропии системы – распыления энергии в пространстве. Живые формы материи не сопротивляются энтропии. Они являются открытыми системами, для которых важна сама концепция их организации, а не конкретные составные элементы, которые могут постоянно заменяться. Это делает живые системы практически бессмертными. Жизнь на Земле не прерывалась ни на мгновение с момента ее появления, поскольку жизнь постоянно порождала новые живые объекты, разрушая старые. Таким образом, если воспринимать биосферу как единый объект живой материи, она стара почти так же, как сама Земля, если не старше, принимая во внимание возможность верности теории того, что жизнь была занесена на Землю извне. Итак, живая материя, отказавшаяся от привязки к материальной, конкретной основе конкретных определенных атомов, является субстанцией, принципиально стоящей на более высоком уровне прогресса эволюции Вселенной. Ее принципиальный отказ от конкретной материальной основы позволяет жизни существовать вне рамок материального существования Вселенной. Такой, казалось бы, гораздо более вечно живущий предмет, как скала, всегда состоит из одних и тех же атомов, которые порой несколько миллиардов лет назад застыли в единую форму и с тех пор не покидали этого объекта. Но стоит разрушить эту скалу, и более не будет данного объекта как материальной единицы. Жизнь, не противясь разрушению, не удерживает в своих объектах одни и те же атомы, и тем самым, более долговечная и практически неистребимая форма существования. Конечно, разрушить конкретный живой объект, если только он не очень быстро бегает, гораздо легче, чем разрушить скалу. Однако концепцию самого живого объекта разрушить невозможно. В другом уголке Вселенной расположи подобные атомы в подобном порядке, помести их в среду подобных атомов, и вот и побежал живой объект. Запрыгал кролик, зазеленел листик. Разрушенную скалу восстановить в другом уголке Вселенной из других, пусть и подобных атомов невозможно, поскольку это будет уже другая скала. Утверждать, что это тоже будет другой кролик, нельзя, поскольку кролик полностью сменяет набор своих атомов каждые несколько месяцев. И это то же самое, что утверждать, что кролик А каждую секунду становится кроликом Б, как только из него исходит какой-нибудь очередной выделившийся атом. Итак, жизнь начала новую страницу истории Вселенной, когда объекты и системы перестали зависеть от конкретной материи, но однако продолжают зависеть от какой-либо материи вообще. Потому что если на другом конце Вселенной не найдется полного набора тех же атомов, кролик не побежит. С возникновением сознания жизнь сделала следующий шаг в своей эволюции. Теперь человеческое сознание может произвести образ кролика, который может быть воспроизведен на другом конце Вселенной без необходимости использования тех же элементов материи. Существует бесконечное количество способов кодирования образа кролика. Есть немало способов и для передачи этого образа на расстоянии. Жизнь, произведя сознание, теперь не зависит не только от конкретных элементов материи, но и от самой Вселенной вообще. Какую бы другую Вселенную вы не вообразили, хоть без материи и без энергии, но если все, чем бы эта другая, гипотетическая Вселенная не определялась, можно выразить сочетаниями символов 0 и 1, вы сможете воспроизвести не только образ кролика, но и любой образ вообще. Создав человека, Вселенная по сути создала новую Вселенную, которая только начинает зарождаться. Человеческое творение, компьютеры, являются еще одной формой организации материи в нашей Вселенной, не так ли? Они состоят так же, как и мы, из атомов, образующихся в ядрах звезд. Однако именно они, компьютеры, начинают образовывать новую Вселенную, в которой основой материи и энергии являются символы 0 и 1, символы двоичного кода. Эта вновь образующаяся Вселенная не подчинена нашим законам физики и термодинамики. В ней нет проблемы направления скорости течения времени. Я, безусловно, имею в виду виртуальную реальность, образуемую компьютерами. Тот факт, что эта реальность напоминает нашу, объясняется лишь тем, что мы используем компьютеры для наших насущных целей. Однако, это вовсе не умаляет тот факт, что открытие подобной возможности является новой ступенью именно в эволюции Вселенной. Вообще, мне непонятен термин «другая Вселенная». Если Вселенной обозначать все существующее, могущее существовать и не могущее существовать, «другой Вселенной» быть не может, и это определение как раз и может быть легко перенесено на Бога. Поскольку как не может ничего находиться за пределами всего, включающего и это ничто, так и не может быть уголка Вселенной, не входящий в состав Бога, поскольку по определению Бога он должен включать в себя все. Не может быть и части Бога вне Вселенной, поскольку если Вселенная включает все, то она не может не включать чего-то еще. Итак, объединив понятие Вселенной и Бога, мы можем сказать, что эволюция их обоих привела к возникновению новой формы существования, которая независима от них, от материи и пространства. А поскольку это противоречит нашему определению Бога и Вселенной, следует сказать, что как только такой акт созидания происходит, его продукт немедленно становится частью Вселенной Бога, поскольку по определению ничто не может быть вовне всеобъемлющего всего. Теперь займемся самим понятием эволюция. Можно ли воспринимать эволюцию в отрыве от понятия времени? Безусловно, нет. Развитие, движение, все эти понятия неразрывны с понятием времени. Давайте примем время как частный случай нашего восприятия или, если хотите, частный случай существования материи. Как мы можем определить время по отношению к нашему определению Вселенной Бога? Входит ли все прошлое во Вселенную Бога? Безусловно, да, иначе бы это противоречило нашему определению. А будущее, входит ли оно в наше определение Вселенной Бога? Безусловно, да. Мы ведь сказали, все существующее, могущее существовать и не могущее существовать. Как раз в не могущее существовать и входит прошлое. Не могущее существовать сейчас будущее, тоже не могущее существовать сейчас, а также какое бы то ни было параллельное время, тоже не могущее существовать, но входящее в наше определение Вселенной Бога. Итак, в рамках определения Вселенной Бога понятие эволюции бессмысленно, как для нас бессмысленно понятие эволюции чайника по направлению относика к донцу. Поскольку же мы можем мыслить лишь доступными нам пока категориями, можно осмелиться заявить, что Вселенная эволюционирует на наших глазах. В каком же направлении? Относика чайника к донцу или же обратно? Это-то нам и предстоит сейчас определить. Мы заключили, что, во-первых, эволюция Вселенной существует. Мы не являемся распыленной формой энергии. Каким-то образом образовавшиеся атомы материи все-таки сливаются в образовании все более и более сложных форм материи. Мы также определили, что эта эволюция протекает в направлении все большей независимости от самой материи. В первой фазе объекты системы зависят от конкретных атомов, из которых они состоят. Во второй фазе жизненных объектов появляется независимость от конкретных атомов материи, но остается зависимость от атомов вообще. Третья фаза – возникновение сознания. Создает возможность образовывать и передавать образы без привязки к каким-либо атомам вещества. А, наконец, четвертая фаза развития Вселенной, сделанная нашими, а может и еще каких-нибудь существ зелененькими ручками, кибернетическая фаза. Не нуждается вообще ни в каких материальных принципах, и в каком бы своде физических законов вы не пожелали воссоздать определенный образ, все, что вам потребовалось бы, это наличие чего бы то ни было и его отсутствие. О, этот код гораздо совершеннее любых кодов ДНК, зависящих от огромного числа атомов. Возможно, в основе своей, до которой мы никак не можем добраться, наша Вселенная и является результатом подобного 0-1 принципа. В конечном итоге, если упрощать до конца принципы нашей Вселенной, можно утверждать, что все, что в ней есть, есть сама она, однородная Вселенная, с участками сгущения и разрежения, которые можно обозначить символами 1 и 0. Так что же, Бог есть огромное бесконечное множество единичек и ноликов? Человек, единственное известное мне явление во Вселенной, которое, встав не с той ноги поутру, может одним словом обложить всю эту Вселенную, пропади все пропадом, и понесутся во мрак небытия звезды с планетами, шаровые скопления, галактики, метагалактики, еще более супергалактики и еще более супер-супер-супер. А потом человек зевнет, выпьет кофе и скажет, ладно, хрен с ним, пусть чай будет. И понесутся обратно, причем под ручку с ядреным овощем, а точнее с корнем хреном, опять супер-супер-супер-галактики обратно в бытие, поскольку человек может то, чего не могут все эти супергалактики, создавать образы сознания, не зависящие от материи. Этот факт вовсе не значит, что обозначение Бога в 0-1 эквиваленте как-либо оскорбительно для него или для самого человека, гораздо сложнее с кодом, состоящим из одних только нулей. Итак, почему же Вселенная эволюционирует в направлении любви? Потому что по нашему определению любви, как искреннего интереса и осознанного отражения какого-либо объекта в себе, мы с нашими новоявленными компьютерами и являемся наивысшим нам известным субъектом во Вселенной, отражающим в себе саму эту Вселенную и испытывающим к ней неподдельный интерес. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.